Здравствуйте! Хочу показать вам, как правильно шьется простынь. На самом деле это то, с чего следует начинать, потому что проще простыни, может быть, наверное, полотенце только. Значит, по простыни. Когда вы будете выбирать себе ткань и смотреть на размер, какой вам нужен, естественно, вы должны ориентироваться на свое спальное место и на его размеры. Когда вы уже определились, вы купили себе ткань, что вам нужно сделать? Вам нужно обработать те срезы, которые не обработаны. Вот у меня такая ткань, бязь. У нее, видите, один срез я вообще не буду обрабатывать. Он идет, и кромка тут, ну, с одной стороны даже как бы не видна. То есть он у меня останется. Мне нужно обработать только два края. То есть та, которая будет в изголовье и та, которая будет идти к низу. Ширина здесь, кажется, 2,20. То есть это вполне меня устраивает. Те, кто только начинают шить, и если вы не можете сразу загнуть, ну, вот смотрите, будет два загиба. Вот один и второй. И вот здесь у вас будет идти сразу шов. Кто не может сразу вот так вот загибать и прошивать, начните с того, что вы можете, во-первых, прометать это все, так, либо можете заутюжить, то есть пройти утюжком один раз по всему краю и пройти подогнув второй раз опять. И потом только после этого брать и прошивать. На этом, ну, вот, собственно говоря, пошив простыни и будет закончен. То есть вы прошиваете два среза, и ваша простынь готова. Надеюсь, видео было полезным для вам. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!